Всем привет! С вами Наталья Муфеева и сегодняшнее видео это обзор на куклу Монстер Хай, а именно у меня здесь Венера из коллекции Holes Night Out. Итак, я хочу рассказать вам о ней немножечко побольше, так скажем небольшую ее анкету, предисловие и потом мы рассмотрим куколку поближе. Начинаем! Вообще, наверное, довольно странно, вот вы сейчас на меня смотрите, я держу ее без коробки, обычно обзор я начинаю, я держу куколок в коробке, но так вышло, что Венера у меня была в наборе не одна, у меня было сразу 4 куклы из коллекции Holes Night Out. У меня здесь рядышком даже лежит коробочка, сейчас я вам покажу. Я оттуда открепила вот Венеру и оттуда я открепила Гулию. Гулия ездила со мной просто в Германию, я в Эрфурсе ее фотографировала и до сих пор она лежит у меня где-то вот в пакете, а Венеру я открепила буквально позавчера. Набор здесь был, да, вот Holes Night Out, здесь 4 куколки, а именно здесь Рошель, Клодин, вот здесь сама Венера как бы стояла и, как я уже говорю, здесь была Гулия. Вообще, я, конечно, хотела, так скажем, когда я начну делать обзоры на этих кукол, я хотела показать, как я их распаковываю из этой большой коробки, но не вышло, потому что ручки у меня чесались, потому что все-таки лежат у меня эти куклы с лета, наверное, с конца июля. В общем, хочу рассказать вам о самой кукле. По названию, конечно же, мы понимаем, что серия Holes Night Out это такая вечерняя серия, так скажем, девочки все там одеты красиво, по-вечернему, симпатично, такой дискотечно-вечерний вариант, то есть все они в юбочках, в платьишках, с милыми маленькими сумочками-клатчами, об этом я вам сейчас тоже расскажу, покажу сумочку Венеры, но сначала о самой Венере. Вообще, я считаю, что Венера в этой коллекции особенно красивая, и из этого набора кукол я решила сделать обзор первую именно на нее, потому что я, честно говоря, не знаю, это, наверное, чисто мое восприятие, может быть, кто-то со мной согласится, но я считаю Венеру немного такой пацаночкой. Пишите в комментариях, кто тоже так считает. Для меня эта кукла, она пацанка, и увидеть ее вот в таком женственном прям супер обличье для меня немножечко новое. Она, конечно, носит юбочки, платья, но в основном это как-то выглядит так по-рокерски, а тут чисто вечерний такой женственный вариант на такой пацанской, я повторюсь, внешности. Это очень выглядит своеобразно. Венере 15 лет. Она дочь гигантского растения-монстра. Как мы видим, у нее убийственный стиль, так написано в интернете, я цитирую убийственный стиль, потому что она считает в себе кричащие цвета, салатовые, розовые, и она очень любит обращать на себя внимание других монстров, то есть она любит быть в центре внимания. Я соглашусь с этим, это видно, когда я первый раз увидела Венеру, когда стала ее изучать поближе, получше, я поняла, что эта девочка очень неформальная среди всех остальных монстров. Имея в крови гены растений, она не может оставаться равнодушной, как ранее, и защите окружающей среды. Я даже смотрела пару серий, на самом деле, где Венера обращалась к другим монстрам с целью, чтобы они не сорили, не мусорили, то есть не наносили вред окружающей среде, учила их этому, показывала там буквально пальчиками, так нельзя, так нельзя, в общем, она у нас гринписовец, можно так сказать. Так написано даже в интернете, что из всех монстр хай она самый гринписовец. Также Венера обожает отдыхать на природе, любит ходить в походы, и она никогда не упустит возможности прочесть другим монстрам лекцию о том, как важно заботиться о природе. Лучшая подружка Венеры это Лагуна Блю, а лучший друг, вы меня, конечно, извините, но я сейчас зачитаю, потому что я не спец все-таки в монстр хай в мальчиках, я зачитаю. Лучший друг Венеры это Джиллингтон Джим Бебер, вот. Вы меня извините, что я зачитала в бумажке, потому что я говорю правду, я не испытываю, так скажем, привязанности к мужскому полу вот в куклах. Это касается монстр хай, поэтому для меня Джим, Джиллингтон Джим Бебер, для меня однажды было это прочитать. Самый любимый предмет в школе у Венеры это биология, а самый ненавистный, который она ненавидит, это резьба по дереву. Также у Венеры, конечно же, есть домашнее животное, а именно это растение венерина мухоловка, у нее очень непростой своеобразный характер. Но, конечно, питомец идет в наборе с базовой Венерой, здесь питомца нет, здесь есть только сумочка, которая, кстати, тоже очень интересная, я вам ее покажу. Это была небольшая, так скажем, предыстория, предисловие о самой Венере. Теперь я хочу показать вам куклу поближе, давайте ее рассмотрим. Ну, начну я, конечно же, как всегда, с волос, то есть кукол я обычно показываю сверху вниз, и первое, чем я рассказываю, это волосы. Волосы у Венеры собраны в высокий хвост, и вот волосы от челки, которые идут, они тоже как бы выливаются в этот хвостик, и благодаря этому выходит такая у нее пышная прическа, смотрится очень объемно и действительно празднично. Правая сторона головы у нее с выбротым виском, то есть тут даже не просто висок выброт, он уходит немножечко на затылок, вот эта стрижка у Венеры. А ближе к левой стороне у Венеры имеется пару салатовых прядок. Смотрится на розовом фоне, это очень эффектно и красиво. У Венеры очень яркие волосы розово-ягодного цвета. Я решила назвать этот цвет именно розово-ягодный, потому что просто розовым его не назовешь, ну или бы фуксия какая-то, вот что-то такое. Поговорим о макияже Венеры. Макияж у нее тоже очень яркий и кричащий. Яркие розовые тени вокруг всего глаза, как мы видим, также у нее очень черные длинные стрелки, а под узкими коричневыми бровями есть немного золотых блесток. Они еле-еле заметны, потому что их здесь совсем немножечко, но все-таки эти блестки я разглядела. Глаза у Венеры очень выразительные, голубого цвета, губы ярко-розового цвета и кажется, что тут вот есть такие будто бы клычки, но просто здесь так много их, я вот честно говоря не уверена. Но судя по всему да, если она дочь все-таки растения монстра, это и есть такие клычки, потому что, как мы знаем, растения монстра, у них очень много клыков. Кстати, у Венеры очень забавные ушки, у нее уши будто два листочка. В правом ухе красуются три сережки в виде розочек, вот мы видим, так очень симпатично смотрится, а в левом у нее просто сережка зеленая веточка. Смотрится просто обалденно. Так, перейдем к наряду Венеры. На Венере одета розово-черное вечернее платье, вверх платье черный и блестящий. На левой руке нет рукава, а с правой стороны рукав в три четверти, как вот вы видите. Смотрится такая моделька очень интересно. Края рукавов и вырезы на шее прошиты розоватыми ниточками. Бюст и топ платья розовый с узором в черные веточки и с шипами. Юбочка-платье короткое и слоистое, присборенное. Я вообще обожаю на самом деле такие юбки. Я сама очень часто раньше носила юбки вот в таком стиле. На ножках у Венеры мы видим черные блестящие гетры. Поистине такие прям гетры на выход. Также хочу поговорить об обуви. Это вообще отдельная на самом деле история. У нее салатовые туфельки с маленькими розовыми розочками, которые идут по всей поверхности этих туфель. Также изогнутый каблук. Он мне очень напоминает сплетение какого-то кнутообразного растения. То есть чисто вот ее туфельки выглядят как будто какое-то растение. Также хочу вам показать аксессуары Венеры. Ну и про сережки мы, естественно, сказали. На правой руке у нее идет такой браслет с шипами и один браслетик в виде сплетения растения. Ну и на левой руке тоже маленький браслетик в виде сплетения. На талии у Венеры одета такой вот ремешок с шипами салатового цвета. Ну и последнее, о чем я думаю вам скажу, это то, что у Венеры, да, идет в наборе маленькая вечерняя сумочка. Она представляет собой большую розу на ручках-веточках с шипами. Смотрится она очень оригинально. Такой рокерский стиль. Хоть она и вечерний у нее образ, но все-таки таких рок-мелочевочек она себе в образ внесла. На этом мое видео подходит к концу. Я надеюсь, вам она понравилась. Я надеюсь, вам понравилась Венера. Точнее, я уверена в том, что она вам понравилась. Кто вообще любит куколу Монстр Хай, тот точно без ума от Венеры, потому что у нее неповторимый просто образ, я бы сказала, изо всех Монстр Хай. Потому что я считаю, что Монстр Хай сами по себе каждая как-то необычная, каждая оригинальная, красочная, яркая, но все-таки из всех Монстр Хай Венера, мне кажется, она самая неформальная. Даже из всех Монстр Хай, которые сами по себе крутые. В общем, пишите комментарии, понравилась вам Венера или нет. Если вообще вы тоже являетесь Монстр Хай лавером, МХ лавером, как это называется в сети, то напишите, какая Венера из какой коллекции вам нравится больше всего, почему и просто напишите, какая у вас любимая куколка Монстр Хай, если это не Венера. Мне было бы очень интересно это узнать и почитать ваши маленькие рассказики, так скажем, про куколок Монстр Хай, если у вас есть такие, которые с ними связаны. Ну и на этом видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Скоро выйдет новое видео. Ну и все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok